Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев и это проект Joomla Sensei 9 урок в этом уроке мы будем создавать новые пункты меню к нашим статьям итак вы заходите в меню my меню в админке вашего сайта и мы нажимаем на кнопку создать прежде всего нам нужно выбрать тип пункта меню здесь вообще много чего есть мы с вами как обычно будем разбирать только те которые будут вам действительно полезны и которые будут востребованы в работе итак смотрите у нас материал выводится категория материалы кликаем и у нас еще вылазит список возможного вывода типа пункта меню их тут достаточно много ведь тут везде идет подсказка отображает вводные части материалов в одном или нескольких столбцах поэтому мы с него и начнем я хочу сделать два пункта меню под категории видео и уроки делаем кликаем вот поэтому блок категорий страница обновляется заголовок меню я хочу назвать видео дальше здесь родительский элемент поговорим позже об этом состоянии опубликовано видит все то есть ограничение доступа именно пункты меню если сделать регистрация до для зарегистрированных то обычный посетитель сайта он пункт меню не увидит то есть вы должны тоже это помнить выбор категории я назвал видео поэтому я здесь выбираю видео и нажимаю сохранить идем на страницу и вы видите у нас здесь появилась вот в этом блоке меню пункт меню видео кликаем по видео да и у нас с вами идет здесь пост который мы создали мы заходим и здесь вот дальше идет подробнее информация но здесь смотрите вот надо скрыть метки да это у нас идет анонс статьи в анонсе нам метки не нужны также смотрите вот у нас категория видео у нас три категории и в каждой категории по одному посту я так сделал у вас может быть больше давайте вот сделаем такую еще вещь материалы менеджер материалов захожу в какой-нибудь статью здесь назначена категория уроки я назначаю категории видео чтобы вам показать захожу видео и у нас видите как получается идет одна статья и сразу навигация ну а нам в пункте меню можно например разместить ну мы хотим например по 5 постов прежде чем начнется вот эта навигация для этого возвращаемся в меню заходим в видео и параметры макета блога вот здесь выставляем значит во всю ширину 1 и только видение например 5 колонка 1 ссылок 0 сохраняемся обновляем страницу и у нас с вами будет тут по 5 постов прежде чем появится навигация то есть например на главный у нас выводится ну как бы и они же выводятся если мы их назначим избранными до и также мы видите мы можем назначить конкретно под видео пункт меню те статьи которые относятся именно к видео да то есть вы хотите их туда отнести ну и дальше здесь все понятно видите здесь как бы статья наша настроена все нормально также вот такие полезные кнопочки весь появляется вперед то есть переключение статьи кстати у нас их всего две поэтому здесь кнопочки больше нет есть кнопка назад теперь давайте попробуем отключить эти метки именно в анонсах да нам в анонсах они здесь не нужны заходим вкладку отображения прокручиваем страницу в самый низ и показать метки ведь из списке есть использовать настройки материала то есть самого материала если у нас там есть индивидуальные настройки скрыть или показать давайте сделаем скрыть сохранить обновляем страницу и у нас метки исчезают причем таким образом метки исчезают и в анонсе и в подробной статье это не правильно внутри статье метки нам например нужны и мы значит в пункте меню видео вкладка отображения показать метки мы выбираем использовать настройки материала выбираем и сохранить закрыть дальше мы идем менеджер материалов настройки и вкладка материалы находим показать метки здесь выбираем скрыть и сохранить выбираем категорию видео видно что в анонсе метки исчезают заходим в подробнее метки присутствуют все хорошо да еще интересный такой момент рейтинг оценка звездочками можно сделать статьям я забыл об этом рассказать когда проходил глобальные настройки менеджер материалов настройки и здесь есть вот здесь вот есть рейтинг кликайте показать сохранить закрыть обновляем страницу и вот здесь есть такие звездочки появились нужно зайти в статью и вот здесь вот есть а такие кнопки оценить насколько звездочку вы бы оценили этот эту статью ставим например 3 и кнопка оценить у нас появляется сообщение спасибо за оценку и звездочки у нас теперь появляются и у каждого поставить и звездочки будут возвращаемся меню так сначала давайте в материалах я изменю категорию здесь оставлю уроки то есть чтобы каждой категории было по одному посту мы создадим сейчас пункт меню уроки меню мои меню и создать пункт меню называем выбор пункта меню материалы блок категорий и вы просто не забывайте проделать аналогичные настройки для каждого пункта меню вот таким вот образом сохранить закрыть обновляемся появился уроки и здесь тоже нужно будет необходимо настройки произвести например убрать метки или еще что-то изменить может быть какой-то категории у какой-то пункта меню у вас будет свои индивидуальные настройки здесь уже смотрите сами и смотрите вот еще создаем пункт меню посмотрите как узнать например как выводится именно главное вот как узнать вот в первый раз установили да потому что помните у нас в главное можно выбрать был несколько категорий а вот эта категория видео уроки можно выбрать только одну вы просто заходите в главную и смотрите вот здесь тип пункта меню избранные материалы называется то есть например создать какой-то новый пункт меню выбрать материалы и вот видите избранные материалы отображает избранные материалы из одной или нескольких категорий в макете состоящим из одного или нескольких столбцов вы в этом уроке научились создавать новый пункт меню и мы с вами разобрали материалы блок категорий архивные материалы отображать список материалов помещенную архив мы не будем рассматривать я никогда не использовал думаю что вы тоже не будете это использовать будем учить самые важные необходимые блок категории вы создавать уже умеете избранные материалы как устроено главное вы тоже уже знаете следующих уроках мы продал продолжим изучать тип пункта меню материала и следующий будет у нас на очереди материал отображение одного материала а дальше рассмотрим другие другие типы пункта меню материала на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джумла или вы уже матерый вебмастер вы рано или поздно задумайтесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблоны на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев